Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Сегодня я хочу немножко рассказать о доме по адресу Гороховая 5. Начнем историю 1820-х годов. Дом принадлежал титулярному советнику Логинову. Следующие владельцы принадлежали к фамилии Орлова. Домом владел Владимир Григорьевич Орлов, младшего раз знаменитого фаворита Екатерины II Григория Орлова. Владимир Орлов учился в Германии, затем в Голландии. По возвращении пожалован камерой юнкеры. С 1766 года директор Петербургской академии наук. После этого он вышел в отставку. Его старший сын Алексей умер молодым, а второй Григорий не оставил потомства. Я пользуюсь интернет-изданиями. В частности, в этих интернет-изданиях есть ссылка на Ларису Бройдман, ее книгу Гороховая. Дочь Владимира Григорьевича Наталья Владимировна вышла замуж за Петра Львовича Давыдова, сводного брата Николая Николаевича Раевского-старшего. Их сын Владимир Петрович получил образование в Европе, учился в Эдинбургском университете, в Париже побывал в Германии, Австрии. По возвращению он женился на Ольге Ивановне Боротянской. Семья Боротянских, старинный род, занимала видное место в Петербургском обществе. Брат Ольге Ивановне Александр Боротянский, будущий фельдмаршал, наместник на Кавказе, был личным другом наследника престола великого князя Александра Николаевича. Конечно, это упрочило положение Владимира Давыдовича и позволило ему после вступления Александра Второго на престол просить о разрешении присоединиться к родовому имени отца, фамилию и титул деда по матери. Это право он получил в 1856 году. Владимир Петрович служил в Министерстве иностранных дел, затем в Министерстве внутренних дел, был петербургским губернским предводителем дворянства. Граф Орлов Давыдов был богатейший землевладелец в России. Ему принадлежало 268 тысяч десятин земли, 23 тысячи душ в 1860 году, но известен также широкой боготворительностью. Строил для крестьян школы, больницы, церкви, крупные пожертвования на музеи и библиотеки. Тербургская академия наук избрала его почетным членом. Им написана двухтомная биография Владимира Григорьевича Орлова. Не забыл о родственнике. В 1837 году в этом доме снимал квартиру отставной полковник Лука Ильич Жемчужников. Сын уездного предводителя дворянства, начал прапорщиком в Владимирском гарнизоне. Затем служил в Курском ушкетерском полку Липгвардии Измайловском. После 20 лет службы уволен по болезни. В 1818 году его жена Праскоя Францена де Морелли родила ему семь дочерей и девять сыновей. Через некоторое время становится известным ростовщиком и картежником. В компании с известным огонь Тагановским. Они содержали в Москве и в Петербурге и горные дома. Вели расчеты. Ну, потому что, конечно, надо было кормить эти семь дочерей и девять сыновей. Вот как мог и зарабатывал. В их домах были многие, как говорили, не последние лица. Здесь Пушкин проиграл Дагановскому 24 800 рублей. Кстати, я тут вычитал, что в 70-х годах 19 века в России организовалось и активно действовало сообщество ферристов, получившее название клуб червоных валетов. Одним из самых известных деятелей его был широкоизвестный игрок икутила Алексей Огонь-Дагановский. Иногда можно встретить утверждение, что он был сыном Василия Семеновича. Однако, по другим данным, у Огонь-Дагановского и Екатерины Николаевны была только единственная дочь. Что касается Василия Огонь-Дагановского, он составил подпоручиком Петербургского Драгунского полка. С ним произошла неприятная история. Он оскорбил офицера, получил удар плетью, затем попытался убить обидчика. Ну вот, примерно так, вкратце. Как результат, военный суд, лишение чинов, Шлиссельбургская крепость, где он прерыл 3 года и был освобожден по амнистии сразу после убийства Павла в 1801 году. Вот такая маленькая ремарочка. В середине февраля 1842 года в доме Давыдова усилилась с детьми Евгения Андреевна Глинка. Это мать композитора Михаила Глинки. Вот как он пишет. Матушка с сестрами и племянниками заняли билетаж, а мне нашлось две комнаты на дворе с кухней. Как раз в это время Глинка работает над оперой Руслана Людмила. 27 ноября 1842 года в Большом театре состоялось первое исполнение оперы. Не хватало сыгранности у исполнителя. Она была не выучена до конца, как следует. И Николай I покинул театр. Не дослушав оперу до конца, это, конечно, был удар. Глинка присутствовал на спектакле вместе с матерью и сестрами. Композитор очень волновался. Конечно, после такого провала вернулся на Гороховую, где собрались его близкие друзья. Ну и, видимо, тут они, в общем, обсуждали этот провал. В 1843 году в Петербург во второй раз приехал знаменитый тогда в Европе Ференс Лиц. В одном из концертов Лиц исполнил вариации на тему из оперы Глинки. В своей небольшой квартирке Глинка устроил вечер в честь Листа. В присутствии Вильгеродский, Сологуб, Дорогомышский, исполнитель главных ролей в операх Глинки, певец Петров, братья-кукольники. Сначала музыка Глинки исполнялись баллады Финна, Ария Руслана. Сам Глинка спел Арию Радмира. Лист по рукописной партитуре сыграл овертюру, персидский хор и Марс Черномора. В этой квартире Михаил Иванович прожил до своего отъезда за границу в июне 1844 года. В 1874 году здесь была картонарная мастерская Пирогольца. В 1904 году надстроен пятый этаж. На лицевом фасаде увеличены окна первого и второго этажа. Перестроены лестничные клетки. Работами производил архитектор-художник Грубе. Грубе окончил в 1899 году Академию художеств. В период революции директор курсов военно-строительной техники занимал пост секретаря общества архитекторов-художников. Преподавал в Академии художеств. Умер во время блокады в 1942 году. Валельцем дома на рубеже 19-20 веков был младший сын Орлова Давыдова Сергей Владимирович. А последним его внук. Сын Анатолия Владимировича. Церемоний министр двора Александр Анатольевич Орлов Давыдов. Который уехал после революции за границу и скончался в Париже в 1935 году. К этому времени дом заселили новые жильцы. Он был национализирован. Ну, немножко о жильцах. Слесарь турбинного цеха Адольф Осипович Янковский. Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован впоследствии. Кстати, здесь жил Соломон Абрамович Рейсер. Крупный литературовед, библиограф. Это было 1930-е годы. Который родился в Киеве и окончил гимназию. И жил в Ленинграде. 20 лет проработал в Государственной публичной библиотеке Щедрина. С 1958 года. Профессор кафедры библиографии Библиотечного института Крупской. Автор более 300 научных работ по литературе, библиографии и общественных мыслей. Ну, наверное, вот и все, что можно рассказать о Гороховой улице 5. Все, что я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет. До свидания, всего хорошего. Продолжение следует...